Друзья, сегодня будет прямо-таки крик души. Это уже даже не смешно. Что вообще происходит с криптовалютным рынком? Давай разбираться. Как обычно, буду рад поддержке лайком и подписке на канал. Давай взглянем на это. Это S&P 500. Он только что достиг нового исторического максимума. Индекс каждую неделю достигает пика. Тем временем мы, сидя в биткоине, задаемся вопросом, а когда уже наш криптовалютный буллран? Это вторая по величине криптовалюта по рыночной капитализации, эфириум. И что-то ему совсем плохо. Посмотри на это. Все основные экспоненциальные средние скользящие идут вниз. Текущая цена 2400 долларов. И мы даже не можем подняться обратно к старому уровню в 2800 долларов. Не говоря уже о том, чтобы оседлать новые максимумы цены. Это уже смешно. Что происходит? Эфириум по-прежнему на 50% ниже своего предыдущего пика. Это безумие. В спотовые эфириуми ТЕФы почти нет притока средств. Уолл-стрит не хочет его покупать. А тем временем какой-то случайный мемкоин SPX 6900 за последний месяц вырос на 8000%. Какой-то ликвид Солана Дериватив вырос на 14000%. Вот какое состояние криптовалютной индустрии сегодня. Серьезные монеты полностью игнорируются. А бредовые мемкоины, от которых толку мало, вырастают на 8000% за месяц. И пока S&P 500 достигает нового пика, что делает биткоин в это время? На данный момент цена сидит чуть выше 200-дневной скользящей. Это фиолетовая линия на графике. Это основная линия поддержки булрана. И если будет дальнейшее снижение цены, нам кровь из носу нужно удерживать 57 тысяч долларов. Это сейчас ключевая область для биткоина. Надеюсь, вскоре мы увидим разворот. Конечно, у нас есть 50 и 100-дневные скользящие, которые сейчас находятся прямо над ценой биткоина. И нам обязательно нужно возвращаться выше. Дико видеть, как хорошо идут дела на фондовых рынках на фоне новостей о снижении ставок в ФРС, о снижении ставок в Китае, о стимуляционных мерах Китая, роста глобальной ликвидности и увеличения денежной массы М2. А тем временем криптовалютные рынки показывают гораздо меньше активности, чем фондовый рынок и даже рынок золота. И только мемкоины взлетают до небес. Кстати, насчет Китая. Центральный банк Китая запускает свап-линию на 500 миллиардов юаней, чтобы поддержать свой собственный фондовый рынок. Это около 70-80 миллиардов долларов. Это большие деньги, которые Китай собирается вложить в рынки. И это будет продолжаться. По мнению ведущих китайских экономистов, Китай, вероятно, должен будет влить в экономику около 1,4 триллиона долларов, чтобы вернуть ее в правильное русло. Это спасет рынок недвижимости, ипотечные кредиты, фондовые рынки, перезапустит инновации, фабрики и все в таком духе. И это очень большие деньги. 1,4 триллиона долларов. Фондовые рынки США даже в восторге от этого. А вот биткоин не особо. Глобальные центральные банки, за исключением Банка Японии, смягчают свою политику. Это увеличивает ликвидность в системе, что ожидаемо должно оказать положительное влияние на активы, такие как акции, золото и биткоин. Все это уже становится похоже на шутку именно для крипторынка. Ведь на самом деле биткоин и весь криптовалютный рынок, за исключением мемкоинов, сейчас сильно отстают от акций и золота. Но как долго будет продолжаться это отставание? Я думаю, что не слишком долго. Если предположить, что глобальная экономика и все основные рынки не рухнут в ближайшие 2-3 месяца, то биткоин, вероятно, догонит остальные рынки. И догонит так, что об этом будут говорить все вокруг. Из любого угла будет разгоняться дичайшая фома, которая должно будет заставить розничных инвесторов зайти в криптовалюту на пике. И альткоины, скорее всего, тоже будут догонять. Один из ключевых индикаторов, на который стоит обратить свое внимание, это когда эфириум начнет показывать хорошие результаты, желательно по отношению к биткоину. Потому что когда эфириум начнет расти, он потянет весь рынок за собой, особенно альткоины. Биткоин на самом деле показывает неплохие результаты по сравнению с эфиром сегодня. Но это не продлится вечно. В какой-то момент альткоины начнут превосходить биткоин. И да, деньги начнут поступать в криптовалюты. Сегодня же, сейчас, они, скорее всего, поступают в основном в акции и золото. Я думаю, что отставание биткоина для нас даже хорошо. Больше времени на подготовку, больше времени на накопление. И мне кажется, что это не финансовый совет, что в будущем мы будем очень жалеть, если не используем этот затяжной период для накопления. Ну а пока что биткоин испугался того, что инфляция понижается, но не так быстро, как прогнозировалось. И это тоже уже смешно, потому что даже мемкоинам абсолютно плевать на то, что делает инфляция. Эндрю Кан предлагает интересный взгляд на рынок в свете понижения ставок в Китае и в США. Вот что он пишет. Я считаю, что участники криптовалютного рынка в целом преувеличивают влияние снижения ставки ФРС и стимулирование Китая. Снижение ставок ФРС – это лишь один из факторов, который влияет на глобальную ликвидность. А глобальная ликвидность, в свою очередь, это лишь один из факторов, который влияет на цену криптовалют. Кажется нелогичным ожидать сильной обратной корреляции между ценой биткоина и падающими ставками в то время, когда мы видели на беспрецедентном росте ставок и рост цены биткоина в 4,5 раза. Можно утверждать, что ставки на 2023 год уже были учтены в цене биткоина. Но если вы так утверждаете, вам нужно будет сказать то же самое и про снижение ставки сегодня. Он имеет в виду, что по такой логике снижение ставки уже тоже учтено в цене биткоина. Дальше он пишет. Это не значит, что снижение ставок не важно, но большинство участников рынка его переоценили. Почему акции сильнее зависят от ставок? Цены на акции сильнее зависят от процентных ставок, потому что компании оцениваются на основе того, сколько денег они могут заработать в будущем. Для этого используется так называемая дисконтированная ставка, которая помогает определить сегодняшнюю стоимость будущих денежных потоков компании. Когда процентные ставки высокие, будущие доходы оцениваются ниже и акции могут падать в цене. И наоборот. Кроме того, крупные компании часто берут кредиты для финансирования своего роста на корпоративных долговых рынках. Если процентные ставки высокие, им становится дороже брать эти кредиты, что может замедлить их рост и негативно сказаться на стоимости акций. И наоборот. Снижение ставки делает такие кредиты дешевле, что позитивно сказывается на акциях. Вот почему мы видим отставание биткоина от акций на данный момент. Но я не рассматриваю это как что-то плохое. Скорее, как возможность докупить больше в рамках стратегии DCA. И честно говоря, будь у меня миллиарды долларов, как у BlackRock или микростратегии, я бы делал точно так же, как и они. Накапливал бы столько биткоинов, сколько мог. Дальше он пишет, что стимулирующие меры Китая, то есть вливание китайских денег в китайскую экономику, больше влияют на рост именно фондового рынка, чем криптовалютного. Это связано с тем, что акции компаний получают больше выгоды от этих мер, чем криптовалюты. Интересно, что люди за пределами Китая, в основном не китайцы, часто думают, что стимулы Китая будут сильно способствовать росту биткоина и криптовалюты. Тогда как в самом Китае многие инвесторы наоборот переходят из криптовалют на фондовый рынок. В так называемые А-акции. А-акции это акции, которые торгуются в юанях на шанхайской и шенчженской фондовых биржах. И данные это подтверждают. После объявления стимулов, курс тезера USDT торгуется со скидкой по отношению к китайскому юаню. Это указывает на перемещение капитала, рост спроса на юань и снижение спроса на USDT. На данный момент эта скидка составляет около 3%. А юани нужны инвесторам как раз для того, чтобы купить А-акции, которые торгуются против юаня, а не тезер. Соответственно, если бы стимулы Китая мотивировали людей переходить в криптовалюты, они бы наоборот покупали тезер. И тезер, скорее всего, торговался бы с премией по отношению к юаню. Далее автор пишет. Это не значит, что я настроен пессимистично. Думаю, некоторые люди слишком переоценили происходящее. И я по-прежнему считаю, что биткоин будет торговаться в диапазоне от 50 до 72 тысяч долларов, пока не произойдет значительное событие, которое станет катализатором для криптовалютного рынка. Постоянная ротация капитала и разработка новых проектов означает, что все еще есть монеты, которые можно накапливать сейчас, чтобы получить прибыль на бычьем рынке. И рынок по-прежнему будет подвержен небольшим коррекциям, если уровень закредитованности позиций будет слишком высокий. И, кстати, сейчас он довольно высок. Здесь парень делится месячным графиком эфириума, и мы видим, что эфир находится на важной линии поддержки всего булрана. Здесь трейдер сравнивает эфириум и интел, где он нашел некие схожести. И если эфир продолжит повторять за интелом, то мы увидим вот такое движение. Однако возникает новый фактор, на который стоит обратить внимание. Китайское правительство недавно продало 7 тысяч эфиров, которые связаны с мошеннической схемой PLUS Token. В 2019 году это была крупная схема, в рамках которой были украдены огромные суммы в биткоинах, эфирах и токенах EOS. Безумие заключается в том, что у китайского правительства все еще остается 524 тысячи эфиров. И если они начнут их продавать, то эфиру придется не сладкое. Это не значит, что они продадут их сразу. Возможно, они будут продавать порционно по 7 тысяч эфиров в месяц, пока они распродадут все свои запасы. Или же они могут продать все сразу в течение нескольких дней. Посмотрим. Но тот факт, что они начали продавать, должен вызывать беспокойство на рынке, так как агрессивные продажи могут серьезно снизить цену эфира и потянуть за собой весь рынок криптовалюты. Особенно альткоины. И последний фактор, который тоже влияет на криптовалютный рынок, это выборы в США. Standard Chartered Bank прогнозирует 5-кратный рост Соланы. И я могу поддержать такой прогноз. Я делал видео месяца 4 назад с прогнозом цены Соланы, где мы использовали несколько моделей, согласно которым Солана может вырасти до 700, 900 и даже 1100 долларов за монету к концу цикла. Они также говорят, что 5-кратный рост может быть достигнут в случае победы Дональда Трампа, а также сохранении 100 миллионов активных адресов и запуском спотового Солана ETF. Если Трамп победит, он скорее всего уволит Гэри Гэнслера и назначит новую главу SEC, который будет благосклонен к криптовалютам, и этот человек может одобрить Солана ETF. И не только. У нас уже есть заявки на Солана ETF, но Гэри Гэнслер, нынешний председатель SEC, тормозит этот процесс. Мы также можем увидеть запуск XRP ETF при новой администрации в Белом Доме. Так что выборы в США будут определяющим фактором. Итого, биткоин и крипторынок сильно отстают от фондового рынка и золота. Но это не причина быть медведем. Это всего лишь возможность накапливать монеты, которые нам так нравятся. Меня зовут Богатейщий Ди, увидимся в новых видео. До скорого.